Великий пост Великий пост Великий пост Великий пост Великий пост для нас большее удобство в молитвенном труде существенное изменение великопостных в великопостных молитвах состоит в умножении количества псалтири если в храме в течение седмицы по ходу богослужебного года псалтирь прочитывается единожды все 20 кофизм то великим постом дважды это надо учесть значит если у тебя есть навык чтения псалтири ты не можешь как монашествующий каждый день быть на богослужении позаботься о том чтобы прибавить чтение псалтири именно в связи с тем что пост это предписывает если ты вовсе не читаешь псалтирь это конечно большое окрадывание души своей теперь понимая о том то что многократно читается псалтирь во время и вечернего богослужения и утреннего на часах кроме трех псалмов прибавляется еще три славы очередной кофизмы то это четкое указание пора начинать келей на хотя бы по одной кофизм очки читать если нет большого навыка то советую взять книгу на церковнославянском языке русскими буквами сейчас очень часто именно так публикуется печатается псалтирь иногда с параллельным церковнославянским текстом иногда и без него но очевидно именно такой текст поможет вам и постепенно ощутите всю красоту и духовную и фонетическую псалтири на нашем церковном языке церковнославянском и тем не менее создаст для вас легкость первоначального знакомства поскольку все-таки церковнославянские буквы их написание если вы этого еще не изучали то могут конечно вызвать затруднения кроме псалтири появляется еще один молитвенный труд который удобно перенести и из храма в собственную келью это многократное повторение в течение богослужения молитвы преподобного ефрема сирина это короткая молитва александр сергеевич пушкин и некоторые другие русские поэты и и не положили на стихи это молитва легко запоминается господи владыко живота моего и исполнение представления этих сердечных расположений с помощью этой молитвы перед господом на большую пользу вам окажет александр сергеевич пушкин во всяком случае говорит что никакая молитва не имеет над его душой такую силу так не побуждает его самого к покаянию как это чудная молитва преподобного ефрема сирина так что прибавить ее к своим утренним и вечерним молитвам дело вполне и уместное будет и благодатное полезное особенностью богослужебных богослужебной жизни великим постом является совершение божественной службы прежде освященных даров она совершается в будние дни великого поста всегда в среду и пятницу и при некоторых праздниках особых попадающих на будние дни но это не касается благовещения как великий двундесятый праздник он сопровождается всегда литургию она златоуста а вот 40 севастийских мучеников 1 2 бред не главы иоанна крестителя престольные праздники попадающие на будние дни великого поста особые торжества связанные с посещением архиереем прихода тут есть такая практика что и если в понедельник вторник или четверг дни когда не полагается совершение прежде освященной службы по уставу но если есть для этого повод то вполне возможно и в эти дни совершения на божественной службы прежде освященных даров и это богослужение исполнено совершенно особой красоты песнопений которых мы не слышим в течение года богослужебного колена преклонений многих умилительных и покаянных прошений да исправится молитва моя кодила пред тобою с исполнением и хором и солистами с частым и усердным коленопреклонением конечно как говорят опытные посещения этих божественных служб прежде освященных даров сообщает душе какое-то особое чувство великого поста помогает настроиться великопостно и это упускать эти возможности было бы совсем несправедливо каждый воскресный день великого поста посвящен какой-то особой духовной теме либо кресту христов либо памяти кого-то из великих святых и и совершается богослужение не привычный нам литургии и она златоуста но несколько отличный и более продолжительной литургии василия великого это во все дни великого поста воскресные кроме верб на воскресенье там как тоже великий двундесятый праздник господский совершается литургия и она златоуста а вот пять воскресений предшествующих вербному воскресенью и четверг и суббота страстной седмицы сопровождаются служением литургии василия великого конечно всем лицам мужского пола я посоветовал бы проявлять усердие в приходской жизни помогать батюшке исподобиться быть может алтарного послушания с тем чтобы в эти литургии василия великого пребывается рядом у престола слышать молитвы которые совершает священник часто вслух читают батюшки эти молитвы они необыкновенно умилительны кто их слышит вот оказавшись в алтаре исполняются всегда особого и умиление и благодарение богу какое-то глубинное понимание происходящего благоговение от совершения литургии так вот разумно вместе с этими более продолжительные чем на литургии она златоустая умилительными догматически замечательно глубокими молитвословиями которые совершает священник особенно во время их варистического канона обычно мы в храме слышим только песнопение а священническая молитва от нас все-таки по своему содержанию ускользает хотя кстати на святой горе афон принято довольно сдержанно отвечать к лиросу на священнические возгласы а во многих монастырях как раз священнические молитвы читаются довольно громко и слышны и прихожанам тем кто молится в храме братья то о чем молятся что какие прошения возносит ко господу священник совершая евхаристию совершая божественную службу предстоя престолу божьему так что участие в этой божественной службе в литургии василия великого также является особенностью великого поста и пропускать каждую из этих неповторимых на литургии а уж особенно на страстной седмице дело большой я бы сказал духовной неряшливости которые ведет с собой чувство какого-то опустошения чувства на душе неудовлетворенности какой-то недостаточности и даже бессмысленности своих постнических трудов в отношении пищи когда не наполняется душа той божьей благодатью которой богослужение как раз призвано ее эту душу питать помнить о том что святая четыридесятница 40 дней поста без суббота и воскресенье накануне страстной лазаревый суббота и вербное воскресенье это все-таки такое подготовительное время которое должно нас поставить уже в совершенную бодренность и сердечное участие перед голгофы перед христовыми страданиями участниками которых мы призваны стать участвуя в богослужениях страстной седмицы поэтому стратегия великого поста должна еще помочь вам разумно настроиться на то чтобы в дни страстной седмицы особенно во второй ее половине начиная с великого четверга ваша жизнь могла быть освобождена максимально от всего житейского суетного много попечительного и сосредоточена на церковной молитве на участие в окончании последних событий земной жизни христа спасителя с тем чтобы и в воскресенье его светлой пасхи христовой участие ваше было бы самое живое и глубинное личностное и благодатное помощи божией друзья внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео